Сам алкоголь, это скорее всего могут быть какие-то, может, не аэробиологи подтвердить или опровергнуть, я могу высказать свои предположения и наблюдения просто в работе с клиентами. Я думаю, что сам алкоголь, он непосредственно не может как-то влиять на наши эмоции, но он влияет на состояние нашего тела физическое, которого мы можем подвязывать под какие-то эмоции, ощущения, либо замещать какие-то эмоции, ощущения. И это очень часто встречается в сфере алкоголя, в сфере сладостей, например. То есть люди очень часто ассоциируют какие-то эффекты физические от еды, от напитков с получением каких-то эмоций, которых либо не хватает, либо которые хочется, наоборот, возместить. Часто люди пытаются искать замену, которые всё-таки осознают, что что-то работает не так, что всё-таки не получают то, что хочется, или получают какой-то негативный эффект уже от этих продуктов. Начинают искать замену и редко на самом деле находят и так или иначе возвращаются снова к бутылке пива вечером, или к тортику по выходным, или вечером тоже и так далее. Почему? Потому что когда уже организм на физическом уровне привык к закономерностям какого-то вкуса, какого-то ощущения нашего какого-то состояния, его очень сложно обмануть. Ищут замену какому-то продукту, мы этого фактически не можем получить. Можно только искать замену эмоций. К сожалению или счастью, это, наверное, можно даже смотреть закономерности развития нашего государства, нашей истории. Мы очень молодое государство как независимое, и мы очень много как страна, как ментальность, мы очень много переживали и борьбы за независимость, и гнёта каких-то других государств, народов и так далее. И то, что я знаю просто ещё по работе с коллегами-психологами, которые работают тоже с людьми в контексте и плохих привычек, вредных привычек, важно искать замену эмоций другими эмоциями. То есть если, например, человек привык, что он ощущает какую-то эмоцию после бутылки пива, ему нужно искать не замену не бутылки пива, а ему нужно искать той замену эмоций, которую он получает. Да, действительно, в ближайшие полчаса после выпитой бутылки пива или какого-то другого алкоголя мы можем на физическом уровне ощутить расслабление. Почему? В принципе, созоды расширяются, кровь начинает более активно переливать по телу. Мы чувствуем какое-то такое переключение, перезагрузку, но этот эффект моментный. Но вот ради вот этих моментных ощущений иногда, не осознавая, можем вот так вот слепую пытаться получить расслабление с помощью пива. Поэтому важно искать какие-то другие способы расслабления. Но не всем людям это, скажем, кажется простым и комфортным способом, потому что может тоже опять-таки какая-то недобросовестная реклама больше нам прививает, понимает того, что зачем какие-то искать сверхметоды, зачем тратить много денег, зачем как-то сильно стараться и напрягаться. Если можно за какое-то там условное 20 гривен полчаса, все, у тебя есть счастье на сегодня. Не всем людям комфортно думать и задумываться о будущем, о своем здоровье наперед. В принципе, здоровье такое, как в нашей ментальности. Пока же там что-то заболело, пока уже не отваливается, только тогда уже идем к врачу и как-то решаем. И вот эта вот вся, наверное, закономерность исторических моментов, психологических моментов, влияние какого-то социального такого, оно все уже в комплексе действительно формирует такие более закоренелые привычки и связи удовольствия, счастья с алкоголем или с какими-то еще другими вредными аспектами.